Это новость об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Около 4000 крымских татар пришли провести в последний путь в ВИДЖИЕ Кашка. 82-летняя ветеран крымско-татарского движения скончалась накануне во время спецоперации российской ФСБ в оккупированном Крыму. Ее сердце не выдержало, когда ее соотечественников забирали силовики. В оккупированном Крыму попрощались с умершей во время обыска в ФСБ ВИДЖИЕ Кашка. В последний путь ветерана крымско-татарского национального движения провели более 4000 человек. Она пережила сталинскую депортацию в Узбекистан. С 50-х годов боролась за возвращение своего народа в Крым. Вернуться на родину ВИДЖИЕ помогло заступничество Андрея Сахарова. Кашка до последних дней вела активную социально-политическую жизнь. Ходила на митинги и протестные акции против действий Кремля. Энергия ее жизненная чувствовалась и передавалась всем, с кем она общалась. И, конечно, когда такие символы уходят, нечто большое теряется. Мы квалифицируем это не как просто смерть от инфаркта. Мы квалифицируем это как убийство. ВИДЖИЕ Кашка стало плохо во время обысков, которые в очередной раз проводила российская ФСБ в оккупированном Крыму. Окупанты безосновательно обвинили ее в вымогательстве в особо крупном размере у гражданина Турции, который, по данным представителей Меджлиса, оказался аферистом. Женщина скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Это ужасное событие. Мы согласны с позицией руководства страны о необходимости наказания нелюдей, убивающих наших граждан в Крыму. Со своей стороны будем отрабатывать соответствующую доказательную базу для обращения в Европейский суд по правам человека и Международный криминальный суд. Мы также будем координировать правоохранительные органы Украины по Крыму. Это нацполиция, СБУ, прокуратура. По комплексному неотвратимому уголовному преследованию лиц, осуществивших это преступление и их руководителей. День похорон ВИДЖИЕ Кашка объявлен днем траура. В центральном офисе Меджлиса в Киеве, в оккупированном Крыму и в местах проживания крымских татар за пределами полуострова приспущены национальные флаги. О ВИДЖИЕ Кашка и о ее смерти говорят на международных площадках. Вчера об этом говорили наши представители Ахтем Чайгос, в частности сейчас прибывает в Копенгагене, в Дании, в рамках заседания постоянного комитета ПАРЭ, ПАСЭ, Совета Европы. Он встречался с политическим директором Министерства иностранных дел Дании, господин Туск, и во встрече с президентом Украины Порошенко, они обсуждали эту тему. МИД Украины выразил протест в связи с очередной волной обысков и задержаний на полуострове, которые привели к смерти ветерана крымско-татарского национального движения ВИДЖИЕ Кашка и призвал международных партнеров усилить давление на государство-агрессора, чтобы защитить жителей полуострова от целенаправленных издевательств и преследований со стороны Кремля и ускорить деоккупацию Крыма. Ольга Михалюкина, Сазанина, Оксана Апрышко, Ярослав Матиш, ЮЭй ТВ. Четверо задержанных накануне крымско-татарских активистов проведут два месяца в СИЗО. Такое решение принял оккупационный суд Крыма, сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Бекер Дигерменджи, Асан Чапух, Казима Метов пробудут под стражей до 15 января. Российские силовики задержали их в четверг в центре Симферополя. Одновременно с автобуса в Киев сняли Руслана Трубача. Всего задержали шестерых, двоих отпустили вчера. В домах крымских татар провели обыски, якобы обнаружили оружие, наркотики и экстремистские материалы. У него есть постоянное место жительства. Он является инвалидом третьей группы, поэтому бежать некуда. Он добропорядочный гражданин. Поэтому мы просили избрать ему домашний арест. Но, к сожалению, судья нас не услышал. Состояние, что его, что Асанага, потому что мы присутствовали еще там, немножечко хотелось бы видеть их получше. Но они не предоставили никакой медицинской помощи. Судья сказал, что это не в его компетенции. Ну а, значит, наши конвоиры, они решили вызвать скорую, но, видимо, там в такое это и Бекер отказался. На Донбассе боевики продолжают вооруженные провокации. Семь раз с начала суток нарушили перемирие. Из БМП гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитника в Ново-Луганского, из гранатометов украинских военных возле Гнутова, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Верхнеторецкого. Неспокойно было и в районе Марьинки по позициям армейцев у Каменки пророссийские наемники били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По меньшей мере 235 человек погибли, и 130 раненых в результате теракта в Египте. Смертник взорвал себя в суфийской мечети возле города Эль-Ариш. После этого выбегающих из помещения людей начали расстреливать террористы. По информации местных СМИ и информагентства Reuters, среди жертв в атаке много детей и военных. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, правоохранительные органы подозревают боевиков исламского государства, которые считают последователей суфизма идолопоклонниками. В регионе введено чрезвычайное положение, власти Египта также объявили трехдневный траур. Европа должна стать более жесткой политически, идеологически и риторически. Имея серьезного противника Россию, страну с глубокой антиевропейской повесткой дня, заявил об этом президент Украины Петр Порошенко во время выступления на пятом саммите Восточного партнерства. Глава украинского государства подчеркнул, что ЕС открывает новые горизонты для восточноевропейских партнеров. Украине и странам Евросоюза стоит и в дальнейшем развивать партнерство. Ключевые позиции для Украины нам удалось отстоять. Вы видели финальную резолюцию саммита. Есть перспектива европейских устремлений. Вы видели, нам удалось решить другой политический момент – объединение Европейского Союза вокруг миротворческой миссии на Донбассе. Мы активно продвигаем эту позицию как в Генассамблее ООН, так и в Совете безопасности. Сегодня нам удалось включить эту позицию в финальную резолюцию саммита. Европейский Союз поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет восточных государств-партнеров. Также признает европейский выбор и устремление Украины. Говорится в итоговой декларации, участники пятого саммита восточного партнерства подтвердили свои обязательства по укреплению демократии и верховенства права основ восточного партнерства. Кроме этого, топ-политики стран ЕС одобрили полное вступление в силу соглашения об ассоциации с Украиной, а также Грузией и Молдовой. При этом отметили необходимость ускорения политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом. Полной имплементации поможет проведение необходимых реформ, подчеркнули в документе. Параолимпийца с ракеткой в руке, чемпиона по настольному теннису Виктора Дидуха изобразили на памятной монете в честь 25-летних паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На Аверсе общее количество наград украинской сборной. 41 золотая медаль, 37 серебряных и 39 бронзовых. В Рио-де-Жанейро Украину представляли 172 спортсмена. Сборная на третьей строчке в общем медальном зачете с рекордным количеством наград. Установили 109 рекордов в плавании, легкой атлетике и пауэрлифтинге. Монету презентовал Национальный банк Украины. Ее номинал 2 гривни, тираж 35 тысяч штук. Эта монета значит много не только для меня, но и для моей команды. Мы действительно были командой, начиная от Валерия Михайловича Сушкевича и заканчивая менеджерами, людьми, которые ремонтировали протезы, тренерами. Мы гордимся достижением наших спортсменов. Национальный банк всегда поддерживал олимпийское и паралимпийское движение. Эти достижения отчеканены в монете впервые в истории. Украинские авиадиспетчеры теперь будут обучаться на новом современном тренажере. С его помощью можно отрабатывать внештатные ситуации в условиях, приближенных к реальным. Новую машину испытала наша Алена Клюску. Сейчас мы полностью здесь увидим карту Украины со всеми пролетающими над ней самолетами. А сейчас мы приблизимся к двум взлетно-посадочным полосам аэропорта Борисполь. Вот они. Такими вот зелеными линиями диспетчер выстраивает пилоту траекторию движения и траекторию посадки. Александр Алексеевич за таким тренажером впервые, хотя работает диспетчером 40 лет. Рассказывает, на этой машине можно смоделировать разные внештатные ситуации. Отказ двигателя у самолета, разгерметизация салона или же аномальные погодные условия. До этого диспетчеры тренировались на тренажерах устаревшей системы. Это было неэффективно, рассказывает директор Украина Руха Дмитрий Бабичук. Теперь смогут обучаться по европейским стандартам. Это фактически реальная система. Он установлен на том же оборудовании и имеет тот же программный продукт. Система коммуникации. Он полностью идентичен аппарату в реальном диспетчерском центре. Это стандарт евроконтроля, еврокомиссии. Мы моделируем внештатные ситуации, чтобы наши диспетчеры знали, что делать в случае их возникновения. Чтобы украинское небо было самым безопасным. Около 4 миллионов евро выделил Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк на новый тренажер. На нем смогут заниматься 12 диспетчеров. Алена Клеско, Дмитрий Гришко, ЮЭй ТВ. Продолжаем следить за тем, что происходит в Украине. Об этом уже в следующем выпуске новостей ровно через 2 часа. Оставайтесь с ЮЭй ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова